В России отмечают День защитника Отечества. Официальные мероприятия в Москве начались с возложения цветов к могиле неизвестного солдата. В церемонии участвовали президент Владимир Путин и спикеры обеих палат парламента. Выступая в государственном Кремлевском дворце, глава государства пообещал укреплять потенциал стратегических сил, оснащать армию новейшим вооружением и достойно отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В России День защитника Отечества, а в прошлом День советской армии и флота – это государственный праздник. В СССР его учреждения связывали с первой крупной мобилизацией в Красную армию в начале 1918 года, когда большевистское правительство пыталось остановить германо-австрийское наступление. Как свидетельствуют опубликованные архивные данные, серьезный отпор ополчения дать не могло, а через несколько дней после мобилизации Россия подписала сепаратный Брест-Литовский мирный договор, безоговорочно приняв все условия Германии.